Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И вновь в студии после долгого перерыва, перерыва в формате онлайна, мы вернулись обратно в студию в очном формате. И поэтому сегодня продолжим нашу дискуссию или цикл бесед о том, как представители различных областей общественной и политической жизни переживают COVID или пандемию, живут в пандемии. И, конечно же, как они анализируют ситуацию, которая с нами происходит. И, естественно, мы думаем о том, как выходить из этой ситуации и что нового мы приобретем или что мы, может быть, потеряем по окончанию этого длительного процесса, который длится уже более года. И сегодня в гостях у нас вновь театральный критик, редактор журнала «Театра Вестнесес» или «Театральный вестник» Эдита Тишхейзера. Эдита, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что нашли время пообщаться. На фоне, за вашей спиной, очень интересный шкаф, мне кажется, в стиле 20-30-х годов, 20-го столетия. Он создает очень уютную атмосферу. И в то же время, хотя у нас благодаря этой пандемии есть возможность заглянуть в личное пространство наших гостей, друзей и людей, которые нам важны, мы так или иначе на протяжении последнего года потеряли целый ряд возможностей и форматов общаться очно. Мы слышим голоса друг друга с некоторым замиранием и отставанием в формате интернета, в формате зума. Может быть, мы чаще стали гулять по улице и в формате прогулки, но так или иначе целый ряд образов и того, каким образом мы проводили время до пандемии, может быть, дали трещину, может быть, исчезли или на время замерли. Я хотел бы начать сегодняшнюю нашу дискуссию, которую приглашаю наших радиослушателей. Может быть, с нескольких личных вопросов, такова как бы схема наших бесед. На прошлой неделе мы общались с философом Игорем Губенко и говорили о том, как пандемия повлияла на ваш образ жизни, на ваше пространство и восприятие времени. Так вот, тот же вопрос я задаю и вам сегодня. Уже более года длится пандемия. На протяжении этого года были очень разные по содержанию и объему ограничения, ограничения наших личных свобод, которые нам важны, может быть, особенно в тот момент, когда мы их теряем, тогда мы ощущаем их важность. Скажите, каким образом вы наблюдаете за собой, какие изменения в вашей личной жизни и пространстве произошли в этот период, в период, который длится уже более года? Ну, в принципе, моя рабочая жизнь продолжается точно так же, как и до того, поскольку, помимо того, что я главный редактор журнала, всё-таки моя основная работа, я научный сотрудник Института литературы, фольклора и искусства. И вот как научный сотрудник я как раз работала, и, думаю, и до пандемии, ну, разве что пару раз в неделю посещала национальный библиотеку, в здании которого находится институт. Единственное, что действительно изменилось, моя собака меня видит всё время почти, и вечером мы очень определённо после панорамы идём гулять. А то раньше или я выводила её очень рано, до спектакля, или же очень поздно после спектакля. Вечера у меня свободные в большинстве случаев, а это, пожалуй, единственное существенное изменение в моём распорядке дня. У вас появилось больше свободного времени вечером, когда обычно происходили спектакли, и когда вы, как театральный критик и человек, связанный с историей и развитием театра, были заняты. Вы находились в том самом пространстве, которое многим из нас, очень многим, которого многим не хватает, остро не хватает, потому что уже более года, по сути дела, с небольшими и незначительными перерывами театры закрыты, и мы хорошо знаем из истории Европы, что театры закрывались как раз в период подобных эпидемий и катастроф, но, в принципе, театральное искусство есть неотъемлемая часть идентичности европейца, европейского, скажем, пространства, где мы находим сами себя в театре. Я хотел бы, может быть, задать ещё один вопрос, который может показаться несколько примитивным, но мне кажется, он важен. И вопрос этот появился в моей голове, как воспоминание о определённой рекламной акции в Петербурге, когда в центре города были развешаны большие плакаты со следующей надписью «Если что-то тебе непонятно, иди в театр». И это был призыв посещать театры, что и так происходит, конечно же, в Петербурге, потому что это город очень интенсивной театральной жизни. И я всё-таки задам вам вопрос, почему нам, как людям, отдельному человеку или человеческому роду необходим театр? Ну вот как раз этот плакат это очень хорошо объяснил. Поскольку театр… Ну что есть театр? Есть, конечно, множество способов, как объяснить это явление, но для меня лично самый важный – это то, что театр – это очень наглядная модель жизни. Ты можешь, глядя на то, как в безысходное положение ведут себя другие, учиться на этой модели без каких-либо личных потерь. Да, пожалуй, театр как модель жизни, где ты можешь кое-какие свои личные проблемы решить или хотя бы понять, для меня это одно из самых важных определяющих в театрах. И поэтому театр нам нужен. Всё-таки есть очень важные вещи, которые мы должны понять, очень важные какие-то переживания, которые мы должны пережить, чтобы быть людьми, и в то же самое время делать это только на собственном опыте. Это гораздо более болезненно. И потерь больше. Иными словами, театр – это квинтэссенция человеческого опыта или опыта человечества на протяжении, по сути дела, уже тысячелетий, если мы можем, скажем, оглянуться на историю европейского античного театра. С другой стороны, ведь можно же поставить в укор театру и то, что ставили, например, ему в качестве критики или укора в Средневековье, что это нереальный мир, это мир условный, это мир, который не связан с настоящим человеческим переживанием. Можно также зайти так далеко, как Блаженный Августин и говорит, что это просто кривляние, что это всё от лукавого. Понятно, что он говорил, как яростный неофит-христианин, который обнаружил параллельно с греческой культурой и образованием и христианством, которое отвергало на протяжении столетий театр. Почему нужен театр современному человеку, человеку фрагментированному, человеку разбитому на множество кусочков, очень интенсивной городской жизни? Неужели мы действительно можем что-то обнаружить в образах Шекспира и Мольера? Разве всё это связано с нами, живущими в онлайн-режиме, живущими между, разрывающимся между семьёй, карьерой, работой, глобализацией, очень непонятными требованиями рабочего рынка, постоянной неуверенностью? Не является ли театр устаревшим как таковым? Все эти истории, и всё, что мне, например, всё тяжелее и тяжелее передать моим студентам? Очень сложный вопрос. Для меня он совершенно ясен. Мы, которые сейчас практически, ну, 70 или 80 процентов, живём в этом нереальном мире, виртуальном, и прикидываемся, что мы, скажем, с вами, Денис, сейчас сидим друг против друга, хотя сидим против экрана. В этом нереальном мире как раз театр, как вторая реальность, она самая-самая реальная. И вот именно в это время, когда, с одной стороны, я смотрю больше спектаклей, чем когда-либо, тем более я могу посмотреть всю лучшую часть, скажем, золотой маски, не выходя из своего дома, вот именно в это время я чувствую, как мне необходимо вот это личное соприкосновение через воздух, который мы дышим, с живым творчеством, которое происходит вот именно сейчас на моих глазах. вот этого общения мне очень не хватает. Но если новое поколение, которое, в принципе, мир воспринимает как раз через виртуалку, это не понимает, то, наверное, мне было бы им очень трудно объяснить, почему мне нужен этот прямой контакт. Я думаю, что вы могли бы чуть детальнее поговорить как раз о необходимости прямого контакта. Вы упомянули о свободных вечерах, которые ранее были заняты тем, что вы отправлялись в театр смотреть новые премьеры или, может быть, пересмотреть что-то, потому что понятно, что трупа – это всегда живой организм, который меняется на сцене каждый раз с новым спектаклем или с новым, условно говоря, открытием занавеса. Скажите, как вы эмоционально переносите отсутствие этого прямого контакта? Ведь театр – это же не только то, что происходит на сцене. И даже когда актеры по задумкам режиссера покидают сцену и отправляются бродить по залу или выходят вдруг на балкон и так далее, это тоже все-таки только одна часть, одна сторона театра. Ведь мы, зрители, тоже являемся необходимой частью этого процесса, потому что все это, по сути дела, о нас и обращено к нам. Как вы эмоционально переносите, есть ли у вас какие-то новые методы или, может быть, стратегии, как заполнить эту пустоту? Ведь она же длится очень долго, и она наверняка оставляет какие-то отпечатки на вашем эмоциональном ландшафте. Может быть, появляются какие-то изменения настроения, может быть, вы начинаете воспринимать в себе или фиксировать какие-то новые ощущения, что-то, что, может быть, начинает вас беспокоить? Пожалуй, я не отношусь к тем людям, для которых театр — это единственное проявление их жизни. Театр для меня не всё, поэтому, честно говоря, я переживаю его отсутствие, пока оно отсутствует, довольно спокойно. я действительно смотрю очень много записей, я слушаю очень много музыки и получаю какое-то очень полноценное эмоциональное наполнение в своей жизни. Но в тот момент, но в тот момент, именно когда хоть на время открылась возможность посещать театр, действительно, при первом же спектакле это была пьеса «Миллион прекрасных вещей», примерно так можно перевести это название, я, честно говоря, прорыдала чуть ли не половину спектакля от того, что мы вместе. Хоть на расстоянии, хоть следующий зритель сидит через два метра, и актёр тоже не подходит ближе, чем два метра, это был спектакль «Малого зала», но вот это ощущение общения, причастности, что все мы вместе и сейчас, это, конечно, меня сделало очень эмоционально слабой. «А пока этого нет, я могу обойтись». Спасибо, очень интересный комментарий, который близок и мне самому, потому что, находясь в Берлине в феврале и в марте, я пытался в конце марта, мне даже удалось отхватить, условно говоря, простите за это выражение, отхватить один билет в Берлинскую оперу, и я был очень рад этому, потому что на моих глазах на протяжении четырёх минут были раскуплены две тысячи билетов, и эти заполненные, условно говоря, красные квадратики или зелёные, они исчезали буквально у меня на глазах. В результате я опоздал, но я позвонил в театр, и я понял, что я был не единственный, и прервав мою тираду о том, что это такое, почему мне удалось приобрести билет, я так старался, я был вовремя в системе, у меня всё должно было получиться, мне сказали, так, хорошо, нужен билет? Я говорю, нужен. Какой ряд? Я говорю, любой ряд. В результате я получил этот билет, но, увы, из-за увеличившихся цифр статистики заболеваемости ковидом, берлинская инициатива, которая в марте месяце предполагала в каждом театре провести по одному спектаклю и посмотреть влияние этой аудитории на, условно говоря, количество заболевших, заболеваемости, динамики заболеваемости, к сожалению, эта инициатива была оборвана на полпути, потому что цифры резко пошли вверх. Но был радиорепортаж по немецкому радио о спектакле из театра Берлина Рансамбль, театра Брехта, условно говоря, и была, значит, короткая запись, где один из актеров, мы так и не узнаем, было ли это специально сделано или это был эмоциональный, скажем, некоторый жест актера, он прервал свою реплику, повернулся к зрителям, сказал, господи, как хорошо, что вы здесь. И мы слышали, мы радиослушатели, слышали эту реплику, я должен признаться, что то, что вы описали о том, что вы проплакали первое действие или половину первого действия, я вдруг понял, я надеюсь, простят меня радиослушатели за подобную сентиментальность, у меня просто появились слезы на глазах после этой реплики, которую я слышал, сидя дома по радио, потому что это было ощущение очень близкого эмоционального переживания, когда не только зрители находятся в театре, но еще, конечно же, происходит встреча самих актеров со зрителями. Скажите, удалось ли вам за этот год узнать, услышать и понять, а каково состояние актеров латвийских театров, которые сейчас вынуждены существовать и создавать новые работы без зрителей? Ну, я думаю, что это состояние точно такое же, как во всем мире, и я все время и читаю, и разговариваю, я все-таки 20 лет, ну да, 20 лет проработала в разных театрах, и знаю очень многих актеров, и они говорят, что вот даже, вот даже если 10 человек появляются с зрителями, то сразу это совершенно другой спектакль, и, как мне сказала одна актриса, допростят меня за такое слово, вот этот стрём просто невероятный, ты несешь ответственность за каждого из этих 10, и каждый должен из-за твоей игры уйти эмоционально наполненным, это такая ответственность, которая не сравнить с теми спектаклями, когда был полный аншлаг, это одна сторона, вот эта невероятная ответственность, а вторая сторона, это, конечно, это, конечно, дело, о котором мы говорили с руководителем, художественным руководителем и директором Далгополосского театра Олегом Шапошниковым, он по своей первой профессии психолог и психотерапевт, и мы говорили о том, что актер, это такая всё-таки очень странная психология, это профессия, которая требует странной психологии, и часть из которой это всё-таки некая необходимость, ну, как бы сказать, оголения, это, наверное, совсем хорошее слово по-русски, открыться до конца, буквально предстать перед зрителем психологически нагим и показать то, и отдать то, что ты никогда не скажешь, не покажешь, как частное лицо. И вот без этого момента, без этого момента полной открытости, откровенности, ну, я даже не знаю, как ещё сказать вот это, вот это, когда ты совершенно голый и беззащитный перед кем-то, вот эту необходимость они не могут получить ни во время репетиции, поскольку репетиции идут всё время, до конца они не могут получить это, когда вот они открыты только перед коллегами и перед режиссёром, и без этого они, если бы не были даже репетиции, которые, я повторяюсь, идут всё время, они бы просто взорвались, их психика не выдержала. Вот, это меня как раз пугает гораздо больше, потому что, честно говоря, зрители без прямого контакта с актёрами могут прожить гораздо больше, поскольку многие ходят даже не за какими-то актёрскими нюансами, может быть, даже не за этим общением, очень многие зрители идут за повествованием, за рассказом, за сюжетом, и всё это они могут получить и в кино, и в записях. А вот актёры без зрителя гораздо больше не могут существовать, для них это гораздо сложнее. Иными словами, у вас есть серьёзные опасения за эмоциональную стабильность актёров, потому что им остро необходимо присутствие зрителя, присутствие его эмоционального, скажем, его эмоциональное наличие в пространстве. Ну, пожалуй, я бы сказала, что да, поэтому театры так ратуют за то, чтобы хотя бы часть зала была заполнена, чтобы была вот эта взаимосвязь и это обратная связь. И я думаю, что вот чем дольше это продлится, чем опаснее это для театра. И к тому же это опасно и с той стороны чисто экономическое, что ну, не все же специалисты, не все же ярые поклонники театра, очень мало, очень много людей, которые просто ну, хотят иногда сходить в театр. И если у них очень долго нет этой возможности, они находят какие-то другие возможности компенсировать свои необходимости и просто забывают эти зрители. Да, они могут просто потеряться. Благодарю вас. И когда опять будет возможность, то им уже театр будет не нужен. Скорее всего, с этим вопросом мы уже переходим к той части разговора, которая связана с последствиями пандемии для театра и театрального искусства и для зрителей также. Но об этом мы поговорим через буквально одну минуту, когда вернемся обратно в студию после небольшого перерыва. Радио Болткома. Мы вернулись в студию, напоминаю, это программа Культ Просвет, и сегодня в гостях у нас театральный критик, редактор журнала Театральный Вестник Эдит Ишхезер. В первой части нашей программы мы говорили и об индивидуальных эмоциональных аспектах восприятия жизни без театра, без театра в физическом пространстве театра, онлайн-театр, который, по сути дела, ограничивается размерами экрана нашего компьютера, и уже поговорили о том, какое влияние оказывает отсутствие зрителя на работу и на эмоциональное состояние актеров театров. Так вот, я хотел бы поговорить как раз о том, каким образом театры пытаются сохранить связь со зрителем в новых условиях, в условиях длительной пандемии. Эдит, скажите, пожалуйста, можете ли вы прокомментировать новые сценарии или стратегии того, как сохранить зрителя в этой ситуации, и, может быть, есть какие-то различия между государственными театрами, получающими государственную поддержку, и театрами, как бы частными, новыми инициативами, которые не имеют подобной возможности. То есть, иными словами, как театры пытаются сохранить связь со зрителем? Что нового? Какие формы общения? Что-то новое появляется? Какие-то уже опробированные формы? Что-то буквально, может быть, происходит на ваших глазах? Ну, я бы сказала, что почти все театры получают вот это спонсирование от государства только или прямым, или опосредованным через фонд культурного капитала способом. Но одно различие есть. Я бы сказала, что негосударственные, ну, назовем их условно, независимые театры, они, ну, из-за того, что через конкурс должны получать эти деньги, они гораздо более интенсивно ищут вот эти другие, совершенно принципиально новые способы общения со зрителем, а иногда и со слушателем. Вот накануне буквально вышел спектакль в театре Дете Дил Театро, которую ты как раз должен только слушать. Он принципиально становится аудиальным, но дело в том, что это не просто радиотеатр. Мы знаем такую форму радиотеатра, и когда-то это было весьма популярно, но здесь они ищут способы, чтобы вот это восприятие через слух было оправдано. Было оправдано. И вот, скажем, этот спектакль «Слушай», он как раз основан на том, что зритель, или в данном случае слушатель, является сотрудником КГБ, который прослушивает чужие разговоры. В том числе это надо слушать, скажем, через компьютер или, может, через телефон, конечно. И после этого ты должен даже написать некий отчёт, отвечая в основном на вопросы да или нет. Так что независимые театры принципиально ищут разные способы, как делать по-новому. или театр «Квадрифронт», они сделали тоже аудиальный спектакль, который ты должен слушать через свой телефон и при том постоянно выбирать несколько, выбирать, какое продолжение будет спектакля. Из нескольких вариантов ты можешь выбирать ту, которая тебе кажется более интересным. И тем самым зритель, с одной стороны, он даже более пассивный, чем сидя в зрительном зале, но с другой стороны, он очень в прямом смысле этого слова выбирает рассказ, который он будет слушать. Так что я думаю, что одна сторона ответа негосударственные независимые театры ищут новые способы более активно. А государственные театры, скажем, национальный театр, национальный театр как раз дает возможность посмотреть уже записанные, хорошо записанные спектакли на пленку за определенные, за определенные, за определенные деньги. Это, я думаю, что это уже в прошлом, когда мы в интернете могли получить все, получить это задаром. Я думаю, что постепенно наступает вот этот период, когда и в виртуальном пространстве за хороший товар надо все-таки платить. И я думаю, что вот это как раз останется и после пандемии тоже. что виртуальное пространство это не богатство задаром. Что ж, это интересная новая тенденция, которая, возможно, действительно сохранится и после пандемии, когда театр откроется. Вы уже упомянули, что для целого ряда зрителей театр является не всегда попыткой найти новый почерк режиссера, следить за новинками, следить за какими-то конкретными аспектами игры актеров, за нюансами, а это может быть и социальным событием и мероприятием, таким светским событием. В то же время, мне кажется, что до пандемии в какой-то степени театры, предлагая новые работы, знали, что ценители моментально раскупят билеты, нужно будет ожидать билеты, стоять в очереди или, допустим, ждать следующего спектакля. И это было всегда ощущение того, что зритель отчаянно ищет новые, хорошие, качественные версии постановки. Теперь вдруг, как мне кажется, и те плакаты, которые мы видим в публичном пространстве, и сообщения в интернете, и, допустим, политика, связанная с Фейсбуком и так далее, в какой-то степени меняется и образ самого зрителя. То есть теперь как бы театры вроде бы начинают открывать для себя нового зрителя, зрителя, который, по сути дела, теперь может выбирать, куда идти, или, вернее, оставаясь дома, куда подключиться, к какому каналу, к какой ссылке. И в то же время мы хорошо знаем, что после окончания пандемии экономическая ситуация, конечно же, не будет очень благоприятна для развития театрального искусства и для поддержки культуры. Мы хорошо знаем, что будет вполне логичный экономический спад. это приведет, конечно же, и к тому, что в какой-то степени изменится и может быть количественно и аудитория театров. Часть зрителей может быть какое-то время не смогут себе позволить так часто посещать театры, как они посещали. Иными словами, экономические факторы тоже внесут что-то новое в образ и зрителя, и театра. Скажите, можно ли наблюдать изменение образа зрителя в коммуникации театров? Ну, пожалуй, я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Вы сами, как зритель виртуальный, что-нибудь новое получаете от театра, от театральной администрации? Какие-то новые экономические инструменты, чтобы вас привлечь, завлечь, заинтересовать? Честно говоря, я думаю, что это все-таки дело более долгого времени. Год это недостаточно. Я бы хотела сказать, что первые полгода мы прожили в надежде, что это вот-вот закончится и начнется нормальная прежняя жизнь. И пока что еще, я думаю, и театры, и во многом зрители находятся в таком состоянии непонимания некоего разброда. И все постоянно ищут варианты А, А, Б, В, Г, Д, вплоть до всего алфавита, потому что буквально ничего нельзя сказать, как это будет. И единственное, что я могу сказать, разговаривая со многими практиками, особенно более молодое поколение режиссеров, они думают, как вот эту виртуальную реальность, с которой мы начинаем все больше привыкать, как бы ее сделать с более театральной частью театра и продолжить даже тогда, когда это будет не нужно. Потому что, естественно, таким способом можно получить гораздо больше аудитории, нежели вот самый большой зрительный зал в Латвии, это еще местный зал Дайлз театра. через виртуальную реальность, через виртуальные пространства никаких ограничений вообще нет. К тому же, туда, в это пространство может попасть любой человек, любой точки, ну, скажем, хотя бы Латвии, если только у него есть интернет-подключение. Так что, молодые очень много думают об этом, как это использовать, но использовать полноценно и по-театральному, что самое важное. Вы имеете в виду встроить цифровую среду и цифровой опыт, опыт цифрового общения в, скажем, в структуру постановок, может быть, даже в фабулу? Или наоборот, встроить театр в это цифровое пространство. И я думаю, что это будут совершенно новые, для нас неизведанные комбинации. Я не знаю, каким будет этот кентавр, но он явно будет. Какие-то новые гибридные формы, по вашему мнению, могут появиться. Хорошо, таким образом, раз вы упомянули будущее, будущее связано с окончанием пандемии, уже после длительного опыта присутствия в цифровом пространстве. Тогда мой вопрос следующий. К сожалению, так получилось, что для русскоязычной аудитории каждый год присуждение театральных премий в рамках, скажем, ночи лицидеев проходит довольно незаметно, потому что у нас все еще все-таки разрозненное, скажем, пространство СМИ. поэтому я хотел бы, может быть, попросить вернуться вас на состояние начала января, когда стали известны собственно говоря получатели этих премий, авторы в разных категориях, в том числе, конечно же, и сами актеры. Скажите, пожалуйста, могли бы вы коротко, может быть, для наших радиослушателей описать тенденции последнего конкурса, последних премий и последних работ, которые вам, конечно же, тоже довелось и увидеть, и обсудить, что нового принес прошлый год содержательно в формах? Ну, для Латвии вот эта театральная премия, она не относится к календарному году, она относится к сезону, и театральная премия получается до 23 ноября, когда день рождения некогда очень прославленного режиссера Эдуарда Смеллиса. Что прошлое, и как раз вот прошлая церемония была очень интересная, потому что уже нельзя было встречаться в одном пространстве, и она происходила совершенно виртуально, и как ни странно, каждый театр подключался через Zoom, к театру, где находился как бы эпицентр этого, и знаете, что было самое поразительное? Актеры сидели в почти пустых залах театра и получали свои статуэтки, уже определенное количество статуэток заранее привезли в каждый театр, и они уже могли, может быть, даже догадаться, кто что получит, и в то же самое время вот такое тесное общение, такая солидарность я не видела никогда, когда мы были действительно в одном театральном зале, могли обниматься и пожимать друг другу руки, вот это виртуальное общение было даже больше, чем раньше. Если есть ли какие-то художественные течения, то, пожалуй, я бы сказала, что очень мощно в последнее время приходит молодое поколение режиссеров, которые совершенно другие, которые даже родились уже в самом конце прошлого столетия, которые живут совершенно в другом информационном пространстве, для которых в принципе не существовало границ, и я думаю, что они как раз те, которые больше всего переживают это время, поскольку они впервые встретились с тем, что нельзя поехать куда хочется, нельзя посмотреть живьем то, что хочешь, и они больше всего занимаются тем, что ищут из этого положения какое-то и человеческое, наверное, и главное художественное решение, какой-то художественный выход. Вот этот приход, очень мощный приход молодых режиссеров и вместе с ними молодых драматургов, это, мне кажется, самое важное, что я наблюдаю за последние годы. Каковы? А как раз вчера мы опять-таки в Зуме встречались с руководством театрального общества, союз театральных деятелей, как раз вот эта команда жюри ночи лицедеев нашей театральной премии и обсуждали, как вообще, что делать в этом году, когда мы видели, мы смогли смотреть вот спектакль с живьем буквально полтора месяца в самом начале сезона. И что делать с этим множеством спектаклей, которые поставили практически практически во всех латвейских театрах, в Далгалпилсе, в Резекне, в Лепа, и в Балмире, в театрах Риги. И, пожалуй, мы, наверное, пойдем на некую такую театральную игру, когда театры сами выдвигают, не мы выдвигаем, а театры выдвигают какие-то несколько спектаклей на некое состязание, и мы уже вот как в игре просто выбираем лучшее из этих. И это, конечно, будет совершенный форс-мажор, и это, конечно, будет нечто совершенно иное, чем раньше. Мы не увидим в том числе жюри реального театрального процесса. Мы просто поигрываем, поиграем, поиграем в какую-то игру. Это лучшее из того, что, возможно, мы сделали. Ну, это, конечно, очень печальная история. Может быть, вы могли бы назвать несколько новых молодых имен режиссеров и драматургов? Вы упомянули, что они приходят как бы в театр, это новое поколение, поколение, которое совсем по-другому воспринимает и пространство, и ограничения пространства. Назовите, может быть, несколько имен для того, чтобы наши радиослушатели были в курсе и могли бы, может быть, отметить себе, кого стоит посмотреть или почитать? Ну, я, во-первых, я назову все-таки несколько не столь молодых режиссеров, для меня они все равно очень молодые, но это уже 30, режиссеры ближе к 30 годам. Это, конечно, Элмар Сенькоус, Валтер Силус и Дмитрий Петренко. которые, по-моему, работают очень интересно, очень неординарно, при том, одинаково и в русском театре, и в латышском театре. А вот самое молодое поколение, Том Стрейн, Клаус Мелл, ну, они совершенно другие, они совершенно другие. Конечно, они еще и ищут своего пути и своего почерка, но они выросли уже как совершенно свободные люди. и мне очень жалко, что им пришлось встретиться с такими вот препятствиями, но, с другой стороны, может, именно эти препятствия их закалят и сделают еще более интересными художниками. Может быть, они больше будут ценить свободу, когда почувствуют ее кратковременное отсутствие, пусть не политическое, хотя, конечно же, и политические решения ограничивают нашу свободу, но это все-таки решение в рамках демократического общества, и это, конечно, большое отличие от того, что мы с вами когда-то переживали в финальной стадии Советского Союза, когда мечта попасть даже в ближнее зарубежье была довольно нереальной. Возвращаясь к драме и к драматургам, скажите, о чем сейчас пишут современные латвийские драматурги? Знаете, если я должна сказать что-то очень конкретное... Нет, может быть, обобщающие какие-то основные темы, может быть, периоды исторические. Знаете, скорее я бы сказала, что для меня является самым интересным. Да, конечно. И самым интересным, пожалуй, для меня является то, что молодые драматурги, которые и сами родились в конце 80-х, в начале 90-х, они очень много думают об этом периоде 70-х, 80-х, 90-х годов. И их версии порой бывают такими удивительно проникновенными, удивительно правдивыми, но порой они, конечно, очень забавные и смешные и, ну, как бы сказать, штампованные, что ли. Но то, что их очень интересует вот этот переломный момент перестройка от мода, приобретение независимости, вот это, пожалуй, интересно. Они как бы заглядываются на своих родителей и пытаются поставить себя на этом месте и смотреть на это. Для меня безумно интересно, как они представляют вот это время. Ну, в принципе, это поколение моих, ну, чуть моложе моих детей и я очень хорошо могу понять, что они в моем поколении пытаются высмотреть. Почему вы себя вели так? Почему вы раньше все это не начали? Почему вы были такими пассивными? Вот это те вопросы, которые они задают и если они вдруг задают это впрямую, то мне очень трудно ответить. задают ли они сложные неприятные вопросы, вопросы, которые могут разозлить, вопросы, которые может быть действительно связаны с некоторыми стереотипами конкретного поколения. Ведь легко сказать, почему вы не были свободны в обстоятельствах, когда современное молодое поколение тех же новых режиссеров может быть действительно не помнят и хорошо, что не помнят, наверное, и не знают, что такое, когда кто-то прослушивает их тексты, их разговоры, или разговоры на вечеринке за стеной, или кто-то из приглашенных может быть условно говоря сотрудником КГБ, и мы никогда не узнаем, кто кого предал. Как вам кажется, может ли драма в современном латвийском обществе продвинуть нас на пути критического анализа истории, может ли драма вызвать какие-то или, скажем, создать болевые точки, которые помогут нам открыть какие-то темы, о которых мы до сих пор, может быть, боимся говорить или не желаем или ленимся? Я думаю, что очень постепенно, но драма пытается это сделать. Вот, скажем, один из таких очень малоприятных спектаклей, во время которого мне временами хотелось вскакивать и не так, и вы ничего не понимаете, скажем, был спектакль молодого драматурга Янс Балодес Успешный рассказ или история успеха. История успеха. Это вот когда после кризиса 2008-2009 года это была история успеха Латвии, мы преодолели вот этот огромный вот эту дыру, эту яму, но за счет чего? И вдруг молодые драматурги начинают говорить о том, что была лето целая история успеха. Успех ли это и за счет чего этот успех? Какова его цена? Какова его цена и какова цена тем людям, которые его руководили? порой мне со своим опытом хотелось вот буквально вскакивать и кричать не говорите плохо об образовании. Нельзя говорить, что это было неправильное образование и прочее, и прочее. Но я понимаю, что они мыслят гораздо иначе и, пожалуй, гораздо шире, чем я. И поэтому я сидела и не кричала. Но вот такие очень неприятные и очень не лицеприятные вопросы они задают и делают вот вот я как раз говорила, что театр это модель того, что может произойти в жизни. И вот тот же самый Янс Болодесь, вот это одно из самых интересных имен молодых драматургов, он поставил такой спектакль на собственном опыте, что будет завтра. Он просто вот через зуб, когда это вообще еще было очень новое и не было крайней необходимости в постоянном общении в зуме, он общался с четырьмя людьми из разных частей света, в том числе с девушкой из Ирака во время Иракской войны. И вот когда у нее убили жениха, они постоянно общались, это было вид такой дигитального дневника. И вот когда ее жизнь действительно была уже в опасности, он сам как человек, это буквально документальная автобиографическая история, он пытался найти способ, как ее оттуда высвободить, ну скажем, поехать на своей машине до Турции, как получить вид на жительство. И это оказалось совершенно невозможно. Это оказалось совершенно невозможно, и оказывается, что мы в нашем якобы цивилизованном демократическом мире, мы в принципе встречаясь с реальной опасностью, с реальной угрозой для жизни, где-то в другом, в другой части мира, мы совершенно бессильны. в своем вот этом пузыре довольно-таки благополучном, и как личности гораздо менее свободны, гораздо менее идееспособны, чем нам самим кажется. вот этот спектакль для меня действительно был, это было года два тому назад, это для меня действительно был каким-то ударом, потому что до сих пор я только радовалась, как я свободна, как я могу везде ездить, как я могу смотреть оперы по всему миру, а оказывается, что эта свобода очень даже ограничена, если ты хочешь не только наслаждаться, но и что-то сделать. Эдит, большое спасибо с этими заключительными словами о цене и необходимости свободы, я хотел бы закончить наш сегодняшний разговор, который доставил мне, я надеюсь, нашим радиослушателям истинное удовольствие, напомню, еще раз сегодня в гостях у нас был театральный критик, редактор журнала «Театральный Вестник» Эдит Тишхейзера, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу, за ваш рассказ о новинках театральной жизни, о тенденциях, что ж, будем надеяться, что вскоре мы встретимся снова в гардеробе какого-нибудь из театров и вместе проследуем в зал и снова сможем сопереживать тому, что происходит на сцене. Большое спасибо нашим радиослушателям, спасибо коллеге Евгению за обеспечение технического эфира и до следующей недели. До свидания. На одной волне с городом радио.